Еще в декабре 2021 года Паралимпийский комитет Абхазии прошел юридическую регистрацию. Позже на учредительном собрании был избран председатель мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по парадхаквандолеон Свежба. И спустя год с небольшим состоялось официальное открытие Паралимпийского комитета Абхазии, которое ранее откладывалось из-за пандемии. Нам очень хочется, чтобы в нашей стране обязательно развивалась физическая культура и спорт. Она в принципе-то и развивается. Есть определенные, безусловно, успехи. Но на достигнутых успехах останавливаться ни в коем случае нельзя. Это так же, как и развитие самого государства. То бишь молодежь должна развиваться, она должна иметь возможность получать образование, но также и должна иметь возможность получать физическое образование, физическое воспитание, ну и, конечно же, серьезные достижения в области спорта. Соучредитель комитета, представитель Паралимпийского комитета России Ахиллес Маврофиди отметил, что он является сухумцем, и все его первые спортивные достижения начались в Абхазии. Я работал тренером, но тогда не было Паралимпийского комитета, и я занимался среди здоровых сверстников. Ну и после войны, к великому сожалению, это было здесь, на нашей родине, первые соревнования спортивные после войны мы провели здесь. Я завел сюда футбол ампутантов, ребят афганцев, тогда еще царство небесное Валерий Андреевич Логов, когда я ему позвонил, поздороваться мы в Сочи проводили соревнования. Он мне говорит, Ахиллес, я тебя очень прошу, привези сюда спортсменов этих, чтобы хоть первое соревнование какое-то посмотрели бы, а то год и три месяца была война. Председатель Паралимпийского комитета, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по парадхагмандоле, он свежба поблагодарен причастных за помощь в создании организации и рассказал о планах по развитию паралимпийского спорта в республике. Мы дальше будем также развивать 10 видов, которые входят по климатическим условиям. На дальнейшем этапе будем стараться построить спортивный комплекс, чтобы наши дети развивались и также приезжали, проводя сборы здесь люди. На этапах сборов, увидев других спортсменов, дети начнут развиваться и понимать, что у них тоже есть возможности. Как я могу сказать, мы люди не с ограниченными способностями, мы люди с ограниченными возможностями. Почему? Потому что, к сожалению, правой рукой стакан я не могу поднять, но подтянуться на турнике я могу это сделать. И поэтому наши способности не ограничены. Лишь человек себя загоняет, лишь у себя в голове. Все, как говорится, проблемы и все, что человек не может сделать, это лишь отходит от его головы. В планах, так же, как отмечает Леон Свежба, строительство в Абхазии спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья.